Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин на острове Сокровищ. Вступление. В одном небольшом городе, в домике с черепичной крышей, жили два маленьких друга. Звали их Карандаш и Самоделкин. И были они волшебниками. Да-да, самыми настоящими волшебниками, ни больше, ни меньше. Карандаш, например, умел рисовать оживающие картинки. То есть все, что он рисовал, становилось из нарисованного настоящим. И если тебе кажется, что это так просто, то возьми в руки карандаш и попробуй проделать то же самое. Что, не получается? То-то же. А вот Карандаш умел оживлять рисунки. Его друг Самоделкин умел мастерить разные невероятные машины. Хоть велосипед, хоть космический корабль. Раз-два и готово. И надо тебе сказать, это совсем непросто. Может быть, даже сложнее, чем рисовать оживающие картинки. Еще у них есть старший друг. Знаменитый ученый-географ, профессор Пыхтелкин. Который объездил весь мир и знает обо всем на свете. Например, что едят африканские страусы на завтрак. И какие цветы растут в Антарктиде. Да, чуть не забыл. У Карандаша и Самоделкина с давних пор появились два приятеля. Это Пират Бульбуль и Шпион Дырка. Они самые настоящие разбойники. Вернее, бывшие разбойники. Они ничего не желали делать, а только бездельничать. Поэтому Карандаш и Самоделкин с ними не особо-то и дружили. И все в жизни друзей было бы хорошо да замечательно. Если бы с Карандашом Самоделкиным и профессором Пыхтелкиным то и дело что-нибудь да не происходило. То они вдруг срочно летят на Луну или в страну людоедов, то путешествуют на Северный полюс или в страну ядовитых растений, а то вдруг садятся на воздушный шар и попадают на остров гигантских насекомых. И главное, что им все это очень нравится. Что поделать, у всех волшебников неспокойная жизнь. Но совсем недавно с ними приключилась такая невероятная история, о которой и вспоминать-то страшно. Просто жуть какая-то. Ну да ладно, расскажу вам. Если вы, конечно, такие смелые и не будете бояться. Продолжение следует...